Снег идет, а мы крепчаем. В минувшие выходные на Иваново обрушилась белая пелена. Снегопад начался в субботу. Воскресенье продолжился. По примерным подсчетам за два дня выпала месячная норма осадков. Оказалось, умеренной силой снегопад недельной давности был лишь на разогреве у настоящей стихии. Но, видимо, именно эта репетиция помогла коммунальным службам быть готовыми и встретить непогоду с лопатами наголо. Сначала было сгребание с 0 часов. С 4 часов 30 минут происходило обрабатывание дорожного полотна противогололедными материалами. Дальше было задействовано два погрузчика и девять тракторов на удаление снежных навалов с улиц города. 6 бригад вывозили снег с улиц города. Это 39 единиц техники. Вывезено более 2 300 кубометров снега. Конечно, совсем без потерь в бою с непогодой не обошлось. В первую очередь снегопад стал проблемой для водителей. 26 и 27 января в городе Иваново было зарегистрировано 30 дорожных транспортных происшествий с материальным ущербом. То есть это те ДТП, где вред причинен только транспортным средствам, а люди не пострадали. Основной вид дорожно-транспортных происшествий – это столкновение. Причина – несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям, а также несоблюдение водителями очередности проезда. Как всегда, наиболее непроходимыми. После снежного уикенда были и остаются дворы и частный сектор. В последние техника направится после того, как будут убраны наиболее значимые участки города. В первую очередь обрабатываем пешеходные переходы, перекрестки важные, остановки общественного транспорта и подходы к социально значимым организациям. В первую очередь главные дороги и дальше по убыванию значимости. И, конечно же, техника будет направлена на уборку частного сектора и на второстепенной дороге. Придомовую территорию, не дожидаясь милости управляющих компаний, многие ивановцы приводили в порядок своими силами. Хотя эта услуга входит в коммунальные платежи. Сейчас комиссия муниципального жилищного контроля проверяет зимнее содержание дворов. О бездействии управляющих компаний жители могут сообщить по телефону горячей линии 26-25-42. Дальше компаниями-нарушителями займется госжилинспекция. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.